Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. 8 сентября 1941 года кольцо блокады замкнулось. В первые дни мало кто верил в серьезность ситуации, но многие жители города начали основательно готовиться к осаде. Буквально за несколько часов из сберказ были изъяты все сбережения, магазины опустили, на город обрушился страшный голод. Обесценились деньги и драгоценности. Эвакуация началась еще осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 года появилась возможность вывести большое количество людей, в основном женщин и детей, через дорогу жизни. Булочные, где выдавался ежедневный паек, были огромные очереди. Выдавался ломтик хлеба весом 125 грамм для иждивенцев, жителей города, и 250 грамм для работающих людей. Помимо голода, блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия. Очень морозные зимы. Порой столбик опускался до минус 40 градусов. Закончилось топливо и замерзли водопроводные трубы. Город остался без света и питьевой воды. Приходилось ходить к речке ночью, пока затихали обстрелы. Еще одной бедой для осажденного города первой блокадной зимой стали крысы. Они не только уничтожали запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. Люди умирали и их не успевали хоронить. Трупы лежали прямо на улицах. Одновременно с этим ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Мало того, Ленинград помогал армии, выпускал военную продукцию. Заводы продолжали работать и в таких условиях. Я Хлоткова Александра, живу в станице Полтавской. Не миновала эта трагедия и нашу семью. Моя двоюродная прабабушка Шаповалова Валентина Леонидовна родилась в обычной семье Новгородской области. Валентина Леонидовна сама попросилась на фронт с амитаркой, но ее направили в военное училище в город Москва, которое она окончила с отличием. После попала по распределению батальон аэродромного обслуживания, где и прослужила всю войну. Награждена медалью за взятие Берлина, медаль за взятие Варшавы. Всю жизнь прожила Шаповалова Валентина Леонидовна в городе Ленинграде. Во время войны потеряла сестру, брата, бабушку. После окончания войны работала учителем начальных классов. Была отличным специалистом, ее любили дети. О педагогической деятельности Валентины Леонидовны было даже написано в газете «Ленинградские вести». Я горжусь историей своей семьи!